17.04, здесь Измайлов. В студии сегодня президент фонда экономических исследований Михаила Хазина, экономист-публицист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас приветствовать. Тут подоспел и Минэкономразвитие, и Минфин чуть позже. Давайте к ним обратимся, и Медведев. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вы хоть одно их утверждение за последние 3-4 года помните? Прогнозы. Ну что, они были правильные? Нет. А помню второе, что нам надо ни в коем случае не вкладывать в развитие, нам надо вкладывать деньги в кубышку, и будет успех. Это последовательно, я помню, да. Это последовательно, да. Но успеха не получилось. А теперь, ну хорошо, давайте с них начнем. Теперь Силуанов говорит, что Минфин ожидает наступления худосочных лет после тучных. С одной стороны, да, ведь у Минфина говорят, что, ребята, у нас не получается сверстать бюджет ни сейчас, ни вплоть до 2018 года. Да. Олюкаев говорит, что мы не можем проиндексировать пенсию на 12% бюджетных денег, и я не очень понимаю, зачем они нам об этом говорят с одной стороны, и не означает ли это, что они расписываются в собственном... Нет, нет, нет. Если они не могут, ну пускай подадут в отставку. Ну вот. Бред такой. Сначала они говорят, мы сделаем, потом говорят, у нас не получилось, но если они не делают то, что они обещали сделать, надо, наверное, уходить в отставку. Чего они такие? Почему же они так за свои места держатся? Нехорошо. Тогда предстоящие у них же там срок осечения полномочий еще есть. Там здесь, в чем здесь полномочия? Ну вот вы, как бы, вас назначили... Ну это мы с вами говорим. ...слесарем, да, вот вам привезли машину. Вы смотрите и не понимаете, что у них внутри. Вы что делаете? Не собираются. Сейчас я будем, соответственно, ну что-нибудь сделаем, да? Вот, например, тут такой двигатель какой интересный, да? Тут какая-то крышка, и там написано, ее не поднимать. Ну так мы ее отдерем, сейчас посмотрим, что внутри. Может, мы тут еще и зубилом хрясь. Ну вот этим они и занимаются, что вы хотите. А что, результат налицо. А так вот, в связи с этим, пока они продолжают этим заниматься, тенденции, как быстро приведут к тому, что он встанет со всем вопросом. То есть он вроде сейчас встал со всем вопросом. А что вы еще хотите? Чтобы было еще хуже. Будет. У пенсионеров, соответственно, их индексируют меньше, чем рост цен. Сильно меньше. Количество рабочих мест сокращается. Экономика падает. Меня вот тоже поражает, да? После тучных лет. Когда у него тучные года были? Вот я вас хотел... В 12-м году уже спад начался. В 8-м году был спад. Да, был в 9-м, 10-м небольшой компенсационный рост. А так вообще у нас все счастье закончилось еще в 8-м году. Можно было бы за... Там сколько у нас уже прошло? 7 лет, да? Можно было бы и заметить. Знаете, мы сегодня говорили с депутатом, единороссом как раз по инновационному развитию, экономике и так далее, и так далее. Как его зовут? А я вам сейчас подниму повыше, скажу. Он говорит, значит... А раньше это был Витя Зубарев, а теперь кто? Сейчас скажу вам, у нас здесь версточки есть. Виктор Звагильский. 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 Звагильский, это, к примеру, министр Украины был такой. Ну и что? Ну вот, говорит, что... Ну вот, мы говорили, а как, а почему. Если мы его правильно услышали, то благодаря тому, что именно мы откладывали деньги, у нас сейчас хоть чего-то есть. Потому что если мы вкладывали в развитие, то тогда бы и сейчас бы не было этого. Я эту чушь слышал уже сто раз. Это все глупости. Если бы мы сегодня начали бы делать... Если бы у нас было бы импортозамещение, мы бы сегодня значительную часть тех денег, которые мы получаем от продажи нефти, которые сегодня идут на закупку импорта, не направляли бы на закупку импорта. И у нас были бы ресурсы. Ну, надо же хоть немножко-то соображать. И, соответственно, вести себя немножко более прилично и не гнать эту правительственную пургу. Сейчас не поздно начинать? Есть возможность... Никогда не поздно. Никогда не поздно. Безвыходных ситуаций не бывает практически. Но только нужно при этом делать. Да, если правительство единственной своей задачей поставило обеспечивать отток капитала из России, ну да, будем... Кстати, вот в этом месте, обращаю ваше внимание, вот эту задачу они не озвучивали ни разу никогда, но обеспечивают ее рьяно. По оттоку капитала. Да, он непрерывно растет, и вот все отлично. Никаких препятствий, вообще никаких. Это вот святое. Вот отток капитала это святое. Ну вот сегодня, как раз Иланов говорил о том, что, значит, чтобы поднять, проиндексировать пенсию на один процентный пункт, нужно 70 миллиардов рублей. Отток капитала за эти годы составил 1,3 триллиона долларов. Ну вот, пожалуйста. 70 миллиардов рублей. Ну что им мешало, соответственно, ограничить отток капитала? Нет, этого делать нельзя. Это противоречит базовым принципам правительства. Вот все, вот повышать пенсии, да, это по мере возможности. А вот отток капитала это любой ценой. Согласитесь, есть разница. По поводу импортозамещений, значит, смотреть тоже сегодняшнее заявление Медведева, было с момента срочно из Сочи все делались. Тотального замещения импорта в России не будет, несмотря на парад обращений на эту тему. Здесь важный вопрос, действительно идут дискуссии. На ваш взгляд, мы должны все вот по-хорошему производить? Я не знаю, никто не обращается внимания на тотальный, никто не предлагает тотально все замещать. Это невозможно и бессмысленно. То есть, как Китай, нам не надо сейчас делать оттазики и щетки. Ну, вы поймите, как бы, если бы у нас было там миллиард крестьян, то мы могли бы повторить индустриализацию 30-х годов. Были бы там рабочие руки и все остальное. У нас такого количества людей нету. Кроме того, нам не нужны, соответственно, массовые производства там алюминиевых тазиков или мисок. Ну, понимаете, должна быть какая-то стратегия. Вот в чем, как бы, в чем дебилизм, да, заявлений правительства? Он состоит в том, что у них нет стратегии. Они говорят, мы живем, как живется. Тратим те деньги, которые по каким-то причинам к нам пришли. Как они пришли? Как увеличить количество денег, которые... Не знаем. Как, соответственно, их правильно потратить? Не знаем. Ну, и все, да. Ну, вот в этом, пожалуй. Основная задача — обеспечить отток капиталу. Медведев вам отвечает или не знаю. Россия должна отказаться от догоняющей модели развития. Сегодняшнее заявление о полинарном свидании в Сочи. Дальше. Дальше что? Значит, недостаточно следовать стратегии выживания. Дальше. 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 Значит, новый рецепт... Знаете, у меня в жизни был такой замечательный момент. Да, я был на Беломорской биостанции МГУ. Я туда приехал в первый раз. Летом там, значит, строят ряд из студентов таких вот математических... Впускников математических школ. Ну, там человек 40. А вот из них человек 15 сидят за столом. А июль месяц, белые ночи, время в районе 9 вечера. Обсуждается, не пойти ли в лес. До леса примерно метров 20. Ну, может быть, если так к лесу относиться всерьез, то 120. Да, вот такого, настоящего леса. Да, и вот сидит толпа, до человек 15. И один говорит, ребята, давайте пойдем в лес. Значит, да, действительно, почему бы нам не сходить в лес? Третий говорит, ну все, сейчас встанем и пойдем. Четвертый говорит, ну что же, мы сидим. И так я лично это наблюдал 40 минут. Надо взвесить все за и против. Надо взвесить... Нет, это не взвесить за или против. Да, я вот когда учил детей в школе, то я, кстати, в Трофе математической, и там даже были как бы мои ученики в этом. Но, к счастью, как бы я их так не учил. А импотенция это, как бы, свойство некоторых организмов, вся жизнедеятельность которых описывается исключительными глаголами несовершенного вида. Ну понятно же уже, да, что Медведев не понимает ни что такое правительство, ни как оно должно работать, ни что оно может, ни что оно не может. Он произносит некие ритуальные слова. А еще вопрос, да, он их сам рожает, или они у него на бумажке написаны, да? И аналогично все остальные. Вот еще раз повторяю, да, у них есть задача обеспечить отток капитала. Ее они решают. Все остальное, это без... А, ну еще, конечно, я буду сперить бюджетные потоки, это святое. Но я обращаю ваше внимание. Вот они говорят, у них там девальвация, да, за год в два раза. За два года премьерство Азарова на Украине в куда худшей ситуации, когда, соответственно, нефть... Ну, в Украине нет нефти. Ну, то есть есть, но совсем чуть-чуть. А у нас есть, да. Так вот, они без нефти держали курс гривны. Вот как Азаров это делал. Ну, позовите его, он в Москве живет. В правительство. Назначите его министром финансов. Он был министром финансов Украины. Он справится. Он справится. Но зачем же вы держите людей, которые занимаются тотальным вредом? А по поводу Украины. Вот тот пример, когда говорили, что денег нет, падает, падает. Украина падает и никак не упадет вот в ноль. Вот хочется понять абсолютную картину. Государство в ноль не падает. Вот. У нас, по данным Росстата, вот августовские пришли вновь серьезный минус по всем параметрам. Вот как долго этот минус? У нас не может не быть минуса. Вы поймите, у нас механизм, значит, который, на котором росла российская экономика, и который нам вменил, значит, не к ночи, будь упомянут, упырь Гайдар, состоял в том, что мы развиваемся на иностранные инвестиции. Если у нас чистый отток капитала, а не приток, а инвестиций нету и не будет, потому что те деньги, на которые эти инвестиции должны возвращать, они утекают, то, соответственно, в этой ситуации экономического роста не будет. Его и нету в нашей стране. Экономического роста. Ну вот сколько так может быть? Да без конца. Ну как было в 90-е годы? Вот мы, на самом деле, мы вышли на траекторию такого депрессионного спорта, совершенно классического. Ну в первый год, значит, началось это в конце 12-го года, было там минус 0,5%. Потом в 13-м было где-то минус процент полтора. Потом в 14-м минус 2. И потом, соответственно, эти дебилы, которые решили, значит, стимульнуть экономику путем девальвации, в результате от большого ума получили на четверть выпадение частного спроса и никаких других плюсов. Да, ну то есть надо было додуматься. Да, только бледнолицая собака может дважды наступить на одни и те же грабли. Эти наступают на грабли на каждую штуку. Но обратите внимание, все реформы, которые делали либералы, завершились провалами. Все до единой. Пенсионная реформа – провал, а реформа, значит, естественных монополий, там, РАО, ЕС – провал. И все провал. Образование? Не провал. Реформа здравоохранения – провал. Все, что они касаются, превращаются в труху. Михаил Хазин, Михаил Леонидович, продолжим через две минуты буквально. В студии Михаил Хазин, давайте на голосование поставим этот вопрос. Все реформы, которые делали либералы, завершились провалом 280-12-32. Вы согласны с Михаилом Хазиным? 280-12-32. Все реформы либералов завершились провалом. Нет, вы видите успех хотя бы в каких-то реформах за последнее время 280-12-33. Еще раз, все реформы либералов – провал 280-12-32. Нет, вы видите в каких-то из них успех 280-12-33. Но про все понятно. Кто видит какой-то успех, напишите более конкретно, в каких именно. Попросим Михаила Леонидовича прокомментировать. А вот Медведев в комментарии, значит. Есть текущая экономическая жизнь, есть огромное количество социальных проблем. Мы масса вопросов, которые могли бы решить быстрее, вынуждены откладывать на потом. Принимать палеотивное решение, идти на компромисс, ровно для того, чтобы у нас была спокойная ситуация, чтобы люди чувствовали себя защищенными, чтобы не происходили социальные всплески избыточные. Вы чувствуете себя защищенными? Я в этих словах не вижу, к сожалению, конкретных мер по тому, что делать дальше. Вы себя чувствуете защищенными? Смотря от кого. Чувствуете. Скажите, пожалуйста, покупательная способность, ваша зарплата за последние два года выросла и упала. Конечно, упала. Вот она упала у всех. В следующем году нам рассказали, что у нас будут расти налоги. Она упала у всех. Они уже выросли частично. В следующем будут еще расти налоги на квартиры, налоги на дачи и на все остальное. Со счетом того, что квартиры подешевели, а когда срывы стоимость, на них подняли. Да, выросла. Совершенно верно. То есть, на самом деле, идет, соответственно, полномерия. Более того, значит, на самом деле, принят еще закон об индивидуальном банкротстве. Вот, кстати, мы хотели... Вот, тоже, соответственно, очень специфическая вещь, да, которая, скорее всего, будет использоваться не в самых добрых намерениях. А давайте подробнее, раз мы коснулись. Значит, со вчерашнего дня вступил в силу. Уже там, по-моему, первая сотня исков лежит по этому поводу. Ожидается, что свыше 4 миллионов наших сограждан потенциально смогут объявить себя банкротами. Такие цифры приводятся. Что это дает физическим лицам? Вы себе представляете, что это значит, да? Вот смотрите, вы решили... Вы молодая семья. Вы решили купить себе квартиру. Угу. И купили в ипотеку. У нас не западная ипотека, у нас ипотека российская. Поэтому до тех пор, пока вы ее полностью не выплатили, квартира вам не принадлежит. Дальше, соответственно, начинается кризис. Или у вас, не дай бог, ребенок появляется. Мы же занимаемся, мы же за улучшение демографии. Значит, мы говорим молодежи, рожайте детей. То есть молодежь рожает детей, жена, соответственно, сидит с детьми, муж работает. При этом он так рассчитывает, да, что на его должности, там, вот у его предшественников, зарплата росла, там, карьера туда-сюда. Дальше он в какой-то момент говорит, ну, вот, ты знаешь, мы тебя, конечно, не сократим, зная, что у тебя там дети, туда-сюда. Но зарплату мы тебе не то, что не повысим, мы ее уменьшим немножко. Премии выплачивать не будем. Кризис, денег нет. И тут-то выясняется, что у него нет денег платить ипотеку. И что ему остается делать? Теоретически он, как бы, как оно говорится, вы можете объявить банкротство, все свое имущество распродать. Если, соответственно, квартира же не ваша. Продать не можете. Поэтому вы ее продать не можете. Если вы не платите ипотеку, банк ее забирает. При этом хвост ипотеки за вами остается. Это на Западе квартира переходит в собственность человека, и ипотека связана с ней. Если квартира отбирается, ипотека списывается вся автоматом. А у нас-то нет. Если остаток ипотеки больше, чем сумма, за которую квартиру можно продать, а цены на квартиры падают, вам придется выплачивать и дальше. То есть квартиру заберут, и все равно платят? Да, да, да. А вам еще останется что-то, да. При этом банк эту квартиру может продать еще по ценам ниже рыночной, своим, как бы, друзьям. А вы будете за это платить. Вот это картина мира. А если это вообще не ваша квартира? А если она ваша, но ребенок в ней не прописан по каким-то причинам? Или если это просто молодая семья, у которой еще нет ребенка? И так далее, да. То есть на самом деле это закон тоже не очень. Ну и кроме того, вы уж меня, простите, конечно, вы себе представляете, что это такое, да? Какие у нас нормы, да? Значит, одни штаны зимние, одни штаны летние на два года, ботинки, по-моему, на три года. Ну, нормативы, я просто вспоминаю нормативы, по которым оставляли людям имущество, когда была конфискация. Знаете, помните, была такая история. Это сейчас у казнокрадов не конфискуют имущество, а у людей обычных. Причем, обращаю ваше внимание, да, когда мы рассматриваем закон о банкротстве в связи с невозможностью выплатить банковский кредит, никто же не рассматривает, что говорили банковские клерки этим людям. На самом деле, там имеет место, в большинстве случаев, прямое мошенничество. Когда люди говорят, да нет, что вы, вы не волнуйтесь, да, разберемся, да, 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 ну, как это обычно и происходит, да? Людям не говорили, что пение и штрафы будут такие, что может оказаться, да, что они взяли кредит, там, 3 миллиона, выплатили 4, а должны еще 8. Ну, это типовая совершенно ситуация, ну, и так далее. Вот, поэтому я бы сказал, что да, этот закон принимали, потому что он стал уже вопросом, как бы, который начал вызывать уже социальные проблемы. Слишком много людей, которые не могут ничего выплатить. Но, по большому счету, я не уверен, что он решит вопрос. А как, ну, вот и что? Объявили через сейчас. А я обращаю ваше внимание, мы же Россия, мы не США. В США людей можно выгнать, и они будут жить в палатке под забором. Так здесь шансов, конечно, подняться, но у нас нельзя жить в палатке под забором. А, ну, в смысле нельзя жить? А в смысле, что квартиру управляющей назначат и продаст, сомнений нет? Да. Кроме того, тут есть еще одна тонкость, понимаете? Я подозреваю, что наших капиталистов до безумия раздражает, что там у десятков миллионов людей есть принадлежащие им квартиры, за которые они капиталистам ничего не платят. Поэтому, соответственно, давайте мы их сейчас загоним в кредитную кабалу. Ведь как, соответственно, в рекламу, вот посмотри, если у тебя нет айфона, ты лох. А айфон, заходишь, да, в магазин, и там большая, первый взнос тысяча рублей. Ты платишь тысячу, и тебе дают айфон. И нигде не говорится, что когда ты оформляешь кредит, ты должен будешь выплатить, во-первых, сильно больше, чем он стоит, а во-вторых, соответственно, что если ты это сделаешь, то больше уже ничего не купишь. На самом деле это тоже мошенничество, ну и так далее. И все это, как бы, крайне неприятно и крайне тяжело. А отдавать придется квартиры. То есть по суду человек признает банкротом, назначает управляющую, и дальше с молотка уходит все имущество. Ну да, единственное жилье нельзя отбирать. Но тут тоже есть тонкости, потому что суд, например, у нас же самый справедливый суд. Не надо сказать, что это такое, да, вы живете втроем в четырехкомнатной квартире. Давайте-ка мы вам, ну да, в городе, да, вот как бы у нас есть там, значит, Новая Москва на границе с Калужской областью, двухэтажная квартирянка. Вот туда. Ну а что мешает? А если не хватит денег, человек что будет делать? Вот у него все распродали, и он все равно должен. Ну тогда, соответственно, это списывают. А, все уже, да? Но при этом вы поймите, да, телевизоров нету, компьютеров нету, ничего нету. Ну ничего нет, да. Вообще ничего нету. У детей игрушек нету. Все отбирают. Голосанья, очень много людей позвонило. 99% позвонивших, я могу показать, 99% позвонивших с вами согласны и говорят, что либеральные... А те, кто не согласен, те, кто согласен, они согласен. Вот интересно, да. Примеры. Все реформы либералов завершились провалом 99% позвонивших. Плюс 7, 9, 2, 5, 101, 107, кто голосовал 1%, что нет? Напишите, какие конкретно пока у нас будут новости. Так, похоже, Михаил достал объяснять одно и то же. Сегодня прям, да. Но одни и те же вопросы, уж извините. В чем, что характерно, их же самих также развели. Вот точно так же, как народ загоняли, значит, банкиры и капиталисты загоняли народ, значит, в кредитную кабалу, точно так же нас затащили в Сирию. Один к одному. А расплачиваться мы, знаете, чем будем? Дальним Востоком и Сибирью. Обратите внимание, Китай, Си Цзиньпин, вон, ничего не сказал ни про ИГИЛ, ни про войну, ни еще про что-то. Китай опять изображает из себя мудрую обезьяну, которая сидит наверху и ждет шкуру какого-то тигра. А сейчас есть информация, что они тоже перебрасывают туда свои войска. Чтобы были рядом на всякий случай, чтобы туда, чтобы на их территорию не полезли. Михаил Хазин, после новостей продолжим. 17.34, Михаил Хазин, студия РСН, плюс 7, 925, 101, 107, 0, номер для СМС, телефон прямого эфира. Есть одна удачная реформа, реформа коррупции. Раньше карали миллионами, теперь миллиардами. 281-й, но 281-й и схватывать стали тоже с миллиардами, чего в принципе раньше не было, если говорить о губернаторах. Так, 79-й, ну то, о чем мы с вами сейчас коротко говорили, пишешь, ипотека в собственность сразу, штрафы ограничены законом, единственное, жилье продать нельзя, нет прецедентов, ПСК обязательно раскрывается по закону, Павел пишет. Так, либералы у власти, про Сирию, давайте про Сирию, давайте про Сирию чуть подробнее, вы коснулись, смотрите, как это все повлияет на нефтяную историю, повлияет ли как-то на финансо-экономическую историю. Ну поймите, ситуация следующая, вообще известно, в политике и в экономике право сильного, никакого другого нету, только право сильного. Но у сильного есть, во-первых, он должен доказать, что он сильный, и поэтому войны. А дальше есть еще такая штука, как цена вопроса. То есть ты, конечно, сильнее можешь навязать свое мнение кому-то там, но этот кто-то там, он своим сопротивлением может себе, тебе очень много пакости сделать. Грубо говоря, не нужно загонять крысу в угол, она может и как бы начать кусаться на пустом месте. По этой причине нужны правила игры. По этой причине победители в войне пишут правила игры. Вот кто выиграл Вторую мировую войну? Мы Соединенные Штаты Америки. Вот мы и написали, политические правила игры это Ялта и ООН, соответственно, по итогам Ялты. А экономические правила игры мы разделили. Была советская экономическая зона, была американская экономическая зона. Они были примерно одинаковые. Ну, американская чуть-чуть больше. А и американская свои правила игры определила на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, которая действует до сих пор. Это решением этой конференции созданы МВФ, Мировой банк, ГАТ, это Генеральное соглашение по тарифам и торговле, которые сейчас именуются ВТО. Ну, и Федеральная резервная система стала, значит, регулятором не только национальным, но и мировым. А мы в 1991 году присоединились к этой системе. Но, начиная с 2000 года, уже понятно, что у США нет ресурсов, эту систему поддерживая. Очень грубо, нет денег на то, чтобы держать все эти институты. Потому что темпы роста экономики замедлились, собственно, расширяться она перестала. К 2000 году потенциал освоения, значит, ресурсов СССР закончился. Те, кто считает, что СССР нечего было забирать, привожу один пример. СССР контролировал 40% мирового рынка авиационной техники. Ну, в том числе пассажирских самолетов. Каждый второй, третий. Да, значит, Boeing и Airbus получили этот рынок полностью. Ну, предположим, они были поровну. Там немножко не так. Тогда Boeing был чуть-чуть больше, неважно. Поровну, да, то есть по 30. Ну, на самом деле, по 25, потому что были еще там канадцы, бразильцы, там еще кто-то, да. Неважно, значит, по 25%. И они разделили 40% пополам. То есть они фактически на этом рынке выросли в два раза. Только они, только на рынке пассажирских самолетов, они увеличили свои доходы почти в два раза. За счет, как бы, уничтожения СССР. Так что там это немало. Но к 2000... А тут капитал тот же самый. К 2000 году этот ресурс закончился, да, начался кризис доткомов, и стало понятно, модельно нужно менять. И Соединенные Штаты Америки сами начали менять правила. Обращаю ваше внимание, мы, мы смирились, да, потому что, значит, они стали расширять НАТО, там еще чего-то. Но самое такое откровенное нарушение, это, конечно, была агрессия прямая, интервенция США в Ираке. Как мы знаем, основанная на голой лжи, да, при полном отсутствии, там, химического, бактериологического оружия. То есть это в чистом виде была агрессия. Да, все молчат. Обращаю внимание, речь идет не о том, что, как бы, о гражданской войне в стране, в которой произошел государственный переворот, то есть Украине. Нет, речь идет о суверенном государстве, которое было, там, без решения ООН, уничтожено. С миллионом жертв, да. Во всяком случае, многими сотнями тысяч. Вот. Так что, а дальше все пошло и поехало, да, потому что удержать эту ситуацию невозможно. Правила нужно менять, но для того, чтобы правила поменять, нужна новая война. Чтобы сказать, кто гегемон. Да, конечно, США гегемон, но докажите. А у них нет ресурсов на то, чтобы удержать старые правила. Говорят, вот смотрите, вот Китай есть, Евросоюз там что-то рыпался. Вот. А Соединенные Штаты Америки нарушают не только политические правила. Например, они объявляют санкции, что противоречит правилам ВТО. То есть мы себя ведем святее Папы Римского, потому что, например, в 2007-2009, когда на G20 было принято решение, что страны-участники G20 не должны девальвировать свои валюты. Это решение нарушили все, за исключением России. За что Кудрин получил свою очередную медальку, да, вот как на Биулина. А, значит, смотрите, да, мы поступили вопреки интересам страны, но ради соблюдения правил. Соединенные Штаты Америки эти правила грубо нарушают. И сегодня то, что происходит в Сирии, да, это попытка, во-первых, объявить войну для того, чтобы списать долги. Вот мы говорили, да, наши граждане, они взяли кредиты в банках, и банкротство это для них способ списать неподъемный долг, очень с дорогой ценой. Банкиры очень не любят списывать с дорогой ценой, поэтому они устроили форс-мажор. Почему на Ближнем Востоке? Это понятно. С одной стороны нефть большая, с другой стороны евреи. И, соответственно, значит, если евреи втронут, то тут же, а, холокост номер два, и т.д. и т.п. И совершенно неважно, да, людей всех жалко, да. Сколько народу в Ираке убили, никто не кричит про холокост. Сколько народу убили в нашей стране во время Второй мировой войны? Ну, может быть, не там, в общем, в районе 20 миллионов, да. А сколько японцы убили? 30 почти. А сколько, это непонятно, да. Дело в том, что мы не знаем, потому что было очень мощное переселение, да, поэтому очень сложно считать. Мы более-менее знаем боевые потери, они чуть-чуть больше, чем боевые потери у немцев. Но не критически. Да, там около 11. А с гражданским населением очень сложно. Кроме того, вы еще не забудьте, что переписи населения в западных территориях не было. Там тоже есть свои проблемы. Вот. Значит, а сколько китайцев истребили японцы? 35 миллионов. Да? Ну, вот, то есть, как бы, таких вот много кого убили. Да? Ну, поскольку Холокост на слуху, то по этой причине шума будет... Вы же понимаете, да, банкиров мало волнует. Китайцы, евреи, русские, арабы. Им глубоко начихать. Им важно, чтобы можно было поднять шум, под который списать долги. Сказать, это форс-мажор. Вот в этом смысле то, что Холокост, это очень удачно. Вот. Дальше, соответственно, вещь вторая. Нужно же определиться, кто главнее, кто выиграет. И вот мы видим, что на заседании ООН все говорят, нужно бороться туда-сюда с ИГИЛом. А ИГИЛ это партизанская война. Причем партизанская война направленная против либерального мира, за справедливость. Да, конечно, у них довольно жесткие методы, но не они первые, не они последние. Про справедливость там, знаете ли, далеко. Они за исламскую справедливость. Они за исламскую справедливость. И до ислама там, Михаил Ильич, тоже. Это верно. Это верно. Но когда у вас отбирают все, понимаете, это такая специфика, да, когда у вас... Ну вот смотрите, да, вот вы там отец, да, у вас там жена, двое, трое детей. И у вас отбирают источники существования. А вы не можете прийти домой, где голодные дети, без денег. А денег нет. У вас два варианта. Либо вы, значит, в подъезде должны поджидать кого-то, бить его палкой по голове, отбирать кошелек и нести эти деньги домой. Но тут чревато, потому что в вашем подъезде живут такие же, как вы, бедные. А до того подъезда, где живут богатые, вы не доберетесь. Богатые за этим проследят. Либо надо системно бороться с этим явлением. А ИГИЛ системно борется. Поэтому, так вот, все говорили, что надо бороться, а Китай сказал, а мы вот тут подождем. Продолжим сейчас после короткого выпуска. Михаил Хазин, студия РСН. Очень много вопросов и звонков здесь. Давайте тезисно тогда по поводу все-таки нефтяной истории. Как скажется вся эта операция в Сирии на нефть? И по трансаэру сегодня весь день говорят? Пока никак. Не знаю. По поводу трансаэра не знаю. Не знаю. Трансаэра просела в результате девальвации рубля. У них всегда был большой долг, но они его обслуживали вполне удачно. Но вот последняя девальвация их подкосила. Это означает, что вот эти разговоры про неэффективное государство и эффективный рынок? Не доказано. Но вы поймите, что значит эффективный рынок? Нет, ну вот эффективный рынок. Где трансаэра, где аэрофлот. И частными компаниями, и государственными управляют наемные менеджеры. Если вы умеете выбирать хороших менеджеров, у вас все хорошо. Не умеете, вы точно так же можете на частную компанию посадить ворюгу. То есть трансаэра при других управленцах продержался бы? Нет, я думаю, что... Понимаете, что это дело? У трансаэра вот эта вот линия на покупку большого количества самолетов. Они же довольно долго держались на старых самолетах. Потому что у трансаэра, когда они отделились от аэрофлота в начале 90-х, были самолеты новые, самые новые аэрофлотовские самолеты. И как бы что-то они там еще прикупили. Вот. Сложно мне сказать. Я в этом деле небольшой специалист. Поэтому я не уверен, что там был очень плохой менеджмент. Я думаю, что он был вполне себе по российским меркам такой средненький. Понимаете, мне сложно сказать, да, выводили ли капитал из трансаэра, сколько выводили и так далее. Вот. Мне не нравилось летать на трансаэра. Но потом как-то это было вот 4-5 лет тому назад. Я на трансаэра летал из Астаны только. Там постоянно самолеты опаздывали. А потом стало лучше. И опаздывать перестали. Самолеты появились новые. Жить стало легче. Поэтому мне сложно очень сказать. Вот. Не берусь. Дмитрий, 793. Два вопроса Михаилу. Первый. Если мы не сменим либеральный экономический курс, то когда, по его мнению, станет совсем плохо? Второй вопрос. Насколько все-таки Михаил считает вероятным смену экономических властей России, особенно в свете ажиотажа по поводу программы Глазева? Ну, понимаете, правительство игнорирует Глазеву и его программу. И правильно делает, потому что исполнение этой программы требует смены этого правительства. Они уходить не хотят. Это мы знаем. Им там нравится. Что касается, когда будет совсем плохо. Но это же очень субъективно. Подумайте сами. Начнут, например, умирать с голоду старики. Ну, какое дело правительству до стариков? Что там говорил Гайдар? Если умрет в результате приватизации и реформ 30 миллионов стариков, ну и что? Значит, они не вписались в рынок. Да, ну вот я же не зря говорил. Ник, ну, что-нибудь помянут. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. Телефон прямого эфира. Нужный номер для СМС-сообщений. Давайте несколько вопросов возьмем. Здравствуйте. Как вас зовут? Михаил, здравствуйте, полковник. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, вот какую ситуацию. Недавно, то есть, день-два назад в прессе появились несколько сразу публикаций о том, что вот готовится смена руководства и о том, что в восемнадцатом году на место Медведева придет Путин и все будет замечательно, здорово и либерально. Ваше мнение, пожалуйста. Спасибо. Ну, я не, я как бы, Саша, это очень как бы сильное утверждение. Я так прям вот и не берусь его комментировать. А сейчас, прежде всего, до восемнадцатого года надо дожить. Дожить. Да. У нас тут война, понимаете, идет в Сирии. Обращаю ваше внимание, да, ведь смотрите, с точки зрения как бы тех, кто нас подставляет, это замечательно. Мы сейчас влезаем в войну в Сирию. Боевики начинают обстреливать и сбивать наши самолеты. У них пока нету средств ПВО, но могу вас уверить, что раз наши самолеты там начали летать, у них средства ПВО появятся. Керри что-то такое говорил. Ну, появятся, появятся. Значит, дальше, соответственно, наши самолеты начнут сбивать и, более того, начнут стрелять ракетами по нашим базам. Значит, после этого там появятся наши сухопутные войска. Когда мы все это в это дело... Сухопутные скольжи не будет. Ну, сказали, да. Да, вот Медведев тоже много чего говорил. А дальше, соответственно, в тот момент, когда мы там увязнем как следует, Украина ударит по Донбассу. Вы уверены, что мы сегодня готовы выдержать войну на два фронта? Я в этом совершенно не уверен. То есть, все это очень... Это были желающие, очень большие желающие, чтобы Россия оказалась на Украине войсками, и вот тогда бы второй фронт пришел бы уже... Ну, вот много есть разных тонкостей. Да, поэтому, с другой стороны, вот агрессивность некоторая членов либеральной команды Медведевской, например, неделю назад Артемьев сказал, что надо срочно расчленять Газпром. Наводит на размышление, что так... Слушай, он самоубийца, что ли, да? Куда он лезет? Причем, обращаю ваше внимание, Медведев был председателем Совета директоров Газпрома, так что у него там тоже рыльца в пушку. Вот чем другом он может проводить либеральные реформы, а в этом месте он вряд ли заинтересован. По этой причине такое выступление может быть только при... Ну, как бы вот, если человек или искренне убежден, что он совершенно неприкасаем, либо же, если он понимает, что ему жить осталось недолго. Поэтому ситуация такая. Я не могу комментировать судьбы этого правительства. Я могу поговорить, что оно неадекватно, что оно решает задачи, которые патологически вредят нашей экономике и в том числе нашему государству, которое там решает какие-то задачи, в том числе в Сирии. Там еще много чего. Но говорить о судьбах я не могу. Я, более того, я даже не могу определить заинтересованность Путина, потому что он действует в сложной ситуации мировой политики, и в этом смысле у него могут быть соображения, которые мне вообще недоступны. Это не значит, что я одобряю его действия. Может оказаться, что его, скажем, будет ждать судьба Милошевича. Не надо, спокойно. Ну, надо, не надо. Я же как бы описываю возможные варианты. Есть очень много людей, которые очень хотят, чтобы его ждала такая судьба. Есть, да. Но за этим через запятую следует аналогичная судьба России. Ну, естественно. А что сказал, что эти люди любят Россию? Они просто в пеной у рта кричат, что это место, где живут всякие там нехорошие люди, вроде нас с вами, должны быть уничтожены. Ну, да. Брэнгвин пишет по ЗРК. И УЭГ вряд ли появится, потому что современное вооружение может появиться у талибов против войск США в Афганистане. И вот, Саша, вас спрашивают, из Америки выводится золото для чего? Ну, понимаете, кто сказал, что оно вывозится? Во-вторых, кто сказал, что там это золото есть, а его уже не вывезли? Соединенные Штаты Америки использовали такой инструмент, как лизинг золота для снижения его цен с 80-го года. И за прошедшие с тех пор годы, 30 лет с лишним, довольно много могли в результате вывезти. Поэтому неизвестно. Ревизия не проводилась. Рон Пол, который очень хотел эту ревизию провести, у него ничего не вышло. Сейчас, значит, его сын Рэнд пытается стать, ну, хотя бы кандидатом президента Республиканской партии. Очень интересно. Он очень активно нападает на Буша, но почему-то не трогает Трампа. А Трамп, наоборот, нападает на Рэнда Пола. В общем, сложная в этом смысле ситуация. Я бы сказал, что американцы... Сложная, но любовь к России одинаковая и у тех, у других. Нет, нет, я бы не сказал. Рэнда Пол изоляционисты. В этом смысле Россия, как центр силы, его вполне устраивает. То есть он как бы может ее любить или не любить. Центр силы России сегодня — это угроза национальной безопасности Соединенным Штатам, о чем они говорят все сейчас? Ну, они могут говорить сколько угодно. Еще раз повторяю, если к власти приходят в 2016 году изоляционисты, это как бы естественное развитие событий. Кроме того, для США сейчас куда опаснее Китай. И с Китаем они довольно активно борются на самых разных фронтах. Одна история там с Украиной и с, соответственно, с договором о зоне свободной торговли, что стоит. Плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. Не успеем уже, наверное, у нас около минуты. Я вас тогда спрошу сообщение тоже этого вечера из Вашингтона. Министр финансов США Джейкоб Лью выступает за сохранение жестких санкций против России, возможно, самых изощренных, которые когда-либо вводились, поскольку они дали эффект. Не дали эффект? Я не знаю. Экономический эффект они не дали точно, потому что они такая рябь на общем фоне проблем. Но политика нашего правительства, которая, видимо, поддерживается в Америке, состоит в том, что все наши проблемы из-за санкций. И поэтому нам нужно срочно отдать Донбасс, Крым, вообще все, что только можно отдать. И тогда снимут санкции, и у нас все будет хорошо. Но они же не могут объяснить, что у нас все проблемы из-за их дурости. А санкции это, вот еще раз повторю, рябь такая мелкая, которая, в общем, даже не очень незаметна на фоне этой дурости. Михаил Хазин, студия Русской службы новостей. Ждем вас еще. Зовите. Спасибо. До свидания.